Всем доброе утро, уважаемые зрители! Кто там соскучился за твичинговыми рыбалками? Сегодня именно она у нас состоится. С друзьями приехали на родную реку, рядом возле дома. Щука здесь заглохла, вроде бы как давно мы здесь не рыбачили. Не рыбачили, потому что приедешь, видео снимешь, и ну просто очень серьезный прессинг. За последние две недели удачно половили на Маккартах, на Карачунах, были на Весуне, но это место нельзя никак показывать, там хорошая была рыбалка. Щука есть везде, кому-то это возможно покажется странным. Нужно искать места, ключи, какие-то методы, возможно в определенных местах, немного своеобразной ловли, но результат есть, и иногда это приятный трофейный результат. Сегодня вот на родной речечке будем облизывать коряшки. Наконец-то, фавориты X1-602H в моих руках. Твичевая палка в тесте 12-36. В коротком росте, ростовочка 183 см. Пока Страдик не доехал, твин еще катаю. Ну и утро начинать буду с вот этого японского петушка. Jackal Rerange 130 МР. Там у меня целая коробка китайских моблеров. Сегодня нужно их тоже погонять. Хочу сделать большое видео о интересных моделях от компании Birking, которые вышли в 2019 году. В общем, должно получиться интересно и емко. Давайте начинать нашу рыбалку. Сегодня я рыбачу маленькой, родненькой моей, 13-го года, лодочке Калибри. Размером 240 см. Небольшая, весенная. На воду вышли, полкилометра дал на веслах. Я так давно не махал веслами, а лодочка легенькая, маневренная. Реально сегодня отвесил, аж удовольствие какое-то получил. Сумка здоровенная появилась у меня вот такая, потому что джиг. Под воблерой все понятно. Рюкзак, коробки. А вот под джиг тема. Правда, в одну коробку еще и воблеров набил. Такое дело. Огромная сумка. Сюда добавил эти родные коробки здесь были. Добавил сюда еще одну свою с воблерами. В общем, зарядился приманками жестко, но сегодня чисто будет твичевая рыбалка. Раз сумку собрал, чтобы ее не перебирать. Постоянно на разные часто рыбалки мотаюсь. И, в общем-то, запакован теперь уже под самую завязку. Вон, напарники уже бросают. Давайте побросаем и мы. Витьку Крюкову знаешь? Нет? Витька научил меня, как рыбку ловить надо. Мантры читать нужно. Сейчас. Сережечка, родненький. Как вольмю в десяточку. Все облизываться будут. Сережечка сейчас на первом забросе. Мантру прочел уже. И упаял щечку. Витька Крюков, серьезно рыбак? Шарит, как рыбу ловить. Это вам не это. Тут когда-то стояли такую по четверочку. На железо, представляете? На нитье. Витечка, родненький. Проехал на рыбалочку. А воно не клюе. Хоп-хоп и клюнуло. Сережечка, родненький. Проехал на рыбалочку. А воно не клюе. Есть. Нормальная рыба. Ух ты. Пацаны, я не ожидал даже. Вот это да. Ёшкин кот. Хорошая щучка. На кислотный воблер. Прям хорошенькая. Спасибо тебе, родненькая. Спасибо тебе, порадовала Сережку. Витека мантру с утра почитал. Давай, давай, давай. Душечка такая. Ай, красотка. Ай, красотка. Спасибо тебе. Спасибо. Ой, хорошая щука. Хорошая щучка. Взяла и скушала. Вот так. Зелененький реренджик. Ой, доброе утро всем, друзья. Доброе утро. Вот оно, зимнее, прекрасное утречко такое. Ох, глаза какие у него злые. Щука. Сегодня друзья привезли меня на реку. Женя Еременко, Денис Бабошка. Рыбачим на двух лодках. Сработал кислотный пацаны воблер. Щука пассивная вообще. Думал коряга. Метра два, наверное, еле идет, идет. Потом губ. О, оно. Работаем. Щас, 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 щас. Ты видишь, и пены куча, и проклевывает. Заказывали девятку, покупают три трешки. Ну, ты знаешь, девятка тоже в перспективе. Все в перспективе. Делиться? Стопудово. Хорошая такая рыбка. Блин, я такой вообще радый. Думал, воблеры поснимаю, как летает китайский. Я их воблю ровно брал, так думаю, с утра покидаю чуть-чуть. Все, теперь рыбачим по полной. Все. Так, я сегодня щуку заберу. Одну. Скоро Новый год. Не поверите. Рыбы ловлю много, а дома рыбы нету. Спортивный подход, как-никак. Что-то там происходит загадочное. Загадочное. Есть. Хорошая. Корчедло какое-то. Корч, хаос какой-то. Бабушки-старушки, ушки на макушке. Есть такой замечательный человек, Дима Кипарис. Как же я тебе благодарен, Дима. Сколько уже я спас воблеров этими отбойками. Правда, уже и отбойок потерял. На таких зацепах страшных. Но это такая тема. Просто тема-тема. Отбоечка Кипариса. Рыбка стояла четко возле коряжки. И поклевочка была. Вот правее начал кидать, кидать и сел в коряжечку. Сейчас пойдем облизывать другие коряги. Может быть, она здесь была не одна. Посмотрим. Я, в принципе, уверен, что здесь рыбка есть. Нужно ее только уговорить. Перед Новым Годом. Наджик, поймали мы трофей. Нужно поймать теперь на воблер. Полотенце это вообще резонирует в рыбацком кадре. Но извините. Возил уже все рыбацкие. Где-то они порастеривались. Веселки. Как же это прикольно. Я уже забыл, что за тема. Веселки. Ветер поменялся. Сейчас в соответствии с направлением ветра мы так встанем, чтобы было бросать. Удобно. По ветру. И облизывать коряшечки. Мы это я и вы. У меня какое-то такое общение с камерой. Словно со зрителем общаюсь. Так. Вон у нас торчит коряшечка. Сейчас мы чуть-чуть дальше станем. И будем обкидывать их по ветру. Воблеры по ветру летают. Вообще на сказочное расстояние. Ну так. Классно. Классно. Есть. Есть щука. Пацаны. О, нормальная тоже. На кислотный воблер. Красота. Я тащусь. Второй хвостик. Слушайте. Надо подвязывать на рыбалку. Я уже, ну короче. Это просто кайф какой-то. Сегодня день Святого Николая. Всем людям, которые хорошо себя вели. Которые кормили бездомных животных. Которые делали, совершали благие какие-то поступки, дела. В этот день, я думаю, всем улыбнется. Щучья поклевка. Это еще крупнее. Это такая два с половиной, наверное. Хорошая рыба. Просто замечательная. Спасибо тебе. День. Спасибо вам, мои друзья, что вывезли на рыбалку. Спасибо тебе, китайский петушок. Ай, красота. Я просто тащусь, друзья. Я просто тащусь. Ну мы на воде буквально, я не знаю, 15, может 20 минут. Смотрите, какая щука. Ой, так это больше, это треха. Ну не треха, ну 2600 такая явно хорошая, жирная. Прям хорошая рыба. Ёшкин кот. Просто красота. На все тройники села. Надо как-то ее аккуратненько теперь снять. Но это не так просто сделать. Ой, хорошая рыбка. Просто замечательная. Ну как вам, друзья? Она длинная какая-то. Та была такая толстая, эта длинная. Метра собой не взял, но такая. Друзья, ну как вам такая рыбалочка? Не злитесь на меня там в комментариях. Так, верно подобранный. Метод ловли и приманка под определенные условия определяет результат. Красавица. Ну просто красавица. Еду на рыбалку, даже куканы не беру. Ну сегодня такой день. Перед праздником два хвоста возьму. Как раз в норму попадаю. Там примерно без перелова. Все остальное обязательно топлю. И вот таких двух кобылочек мы сегодня приготовим, приготовим. Карася недавно подловились, на железо брал. Реально в рот клевал. Карась такой хороший. Грампа 700 на карачунах. Поймали там нормально. Теперь нужно щучки посмаковать. Так. Щучки. Ой, щучки хорошие. А где-то штрешечка есть. Четверочка где-то ходит. За пятерочку вообще молчу. За шестерочку скажу, пускай клюнет. Отзывчивость воблера. Вот это очень важная штука. Рыбка пассивная. Без поклевок вообще. Такое ощущение, словно коряги подвисают. Опа! Есть! Есть! Блин! Я так переживаю. У меня рука не попадает на ручку. Так начал красиво рассказывать. Смотри, что творит. Не такая крупная, но тем не менее. Вот ты воблер на одном месте. Шевель, шевель, шевель чуть-чуть. Я про это уже третий год на ютубе рассказываю. И многие еще не понимают. Смотрите, какая красавица. Тоже хороо. О, и ушла. Слава богу. Просто красота. Просто красотища. Немножечко его легонечко. Джейк, Джейк. По чуть-чуть. И вон он кружится там. Играет. Даже немножко его колбаснет в стороночку. И вот пассивная рыба. Она совершенно без поклевки. Она стоит только прикусила и есть. Три щуки. Одна поклевка. Пожалуйста, вам. Вот для чего нужен фаворит X1-602H. Вот эта жесткость. Она подбиралась на множестве рыбалок. Чтобы все получалось просто. Ну вот. Короче, я просто тащусь. У меня такой кайф какой-то вообще нереальный. Японский петушок. Японский петушок. Коля запивайло. Поводки у тебя бомбезные. Ты мне прислал их реально дофига. Я бы сегодня был с ними. Но случилась беда. Короче, Коля. Прошляпил твои поводки где-то. И не знаю где. То ли у кого-то в машине забыл. То ли. Ну вот, короче. Катаюсь туда-сюда много. Часто. Поводки у Кольки классные. В общем. Но приходится рыбачить на скрутку. Выпрошу тебя еще пару штук, Коль. Там реально одного хватает. Я не знаю. На полсезона. Где-то я их... 25 поводков было. Эксклюзив лидер. И где-то они в тубусе этом твоем. Где-то у кого-то они осели. Так, ну что. Наверное, нужно подвязывать. Чувствую. Хорош. Нужно побросать китайские воблеры. Ловится. Вопросов нет. Ну, что-то какое-то такое ощущение, что нужно подвязывать. Рассказывайте, что у вас, как дела? Дела? Дела замечательные. Погода супер. Сегодня выходные. Вырвались на рыбалку. Правда, на джиг не ловится. Ловится на воблера. Да. Но мы ждем этого выхода, когда будет клевать на наши приманки. Шевелится. Как в этом году вообще рыбалка, Жень? Мы с тобой сколько раз ездили, и как-то то мало рыбы, то она какая-то не сильно крупная. И уже планку задрали себе там пятерки, семерки. Двушки как-то и рыбой не считали в середине сезона. Да, ну, блин, мне очень хотелось попасть на выход сама в этом году, конечно. Да. На клоп половички. Ну, поклевки мы зарабатывали. Поклевок было много, но результат так сидел. Или мелкий сон был, или был неактивный, не подобрали мне ее, непонятно. Не нашли свою рыбу? Не нашли. Ну, ничего, наша рыба растет. Мы обязательно в следующем году поймаем ее. Денис, ты как рассказывай? Да я любитель. Так мы все любители, елки-палки. Ты не часто, да, на рыбалку ездишь? Ну, по возможности. По возможности. Ну, попадал в этом году? Ну, пару раз, да. На щуку? На щуку, да. Хорошего? В этой выезжали, да. Ага. Такие по трешке. О-о-о! По трешке это то, что надо. Были дела. Были дела, да? А теперь время не то. Понятно. Ну, ничего. Да сегодня надо поймать, надо какого-то трофея увалить. Я сейчас поеду китайцев испытывать. Вы давайте, занимайтесь. Я сейчас поставлю свой любимый силиканин. Кончик. Какой? Не скажу. Фанатик? Нет. Ларву надо пробовать. А кто? Кого? Не скажу потом. Если поеду. Ну, хорошо, все. Я потом подплыву. Хорошо. Давайте. Сегодня у нас 19 декабря, друзья. День Святого Николая. Плюс 10 декабря, обещали синоптики. Сейчас 9 с копеечками часов утра. И уже такое ощущение, градусов 12 в железобетонах. Ясно. Денечек погожий такой. Солнышко греет, светит. Ну, на зиму совсем не похоже. Вот такая у нас в этом году зима. Будем мы ее, наверное, на лодочках. По речушкам, там где нет навигации. Коротач. Ждать. Может, лед станет. Джека вон тоже ждет. На жерлице хочется половить. Так на жерлице в прошлом сезоне подсели. Но пока что вот такая красота. Просто красотень. Красотища, я бы даже сказал. Рыбалка в кайф. Тащимся потихоньку. Чуть кладочку не сбил. С перепугу. Зимний твичинг, друзья. Холодная вода. Вы, наверное, слышали неоднократно мнение по поводу того, что чем холоднее вода, тем дольше должны быть паузы. И там иногда доходят советы до 15 секунд. И до 20 я уже видел. Да, длительные паузы они работают. И они работают не только по холодной воде. Они работают и летом. Но они чаще всего работают в паре с течением, в паре с плавучестью приманки. Когда на длительной паузе воблер просто погружается, либо всплывает в какую-то зону активности щуки. На то расстояние от нее, на которое она согласна. Пройти его, чтобы вот скушать наш воблер. Я же применяю не такие длительные паузы, но очень короткие манипуляции над приманкой. Чтобы воблер далеко не уходил быстро. А чтобы был в активном состоянии, не в пассивном. Не просто статично зависшая какая-то приманка в толще воды. Ну там медленно тонущая или всплывающая. А чтобы вот приманка немножечко шевельнулась и остановилась. Паузы коротенькие, вроде бы там секунда, полторы секунды. Но за это время воблер успевает там все статичные колебания свои погасить. И этого достаточно для того, чтобы обловить и уговорить щуку. Вот по моим ощущениям, именно активность приманки более соблазнительна, чем ее какое-то статичное положение. Потому длительные паузы штука такая интересная. Вот где-то, когда-то они могут сработать. Но если вы понимаете глубину, в месте лова, понимаете перспективные точки, подобрали воблер с правильным заглублением, короткая анимация, именно короткая. Немножко пошевелили пауза, коротенькая. Пошевелили пауза, ударили паузу. И работает замечательно зимой в том числе. Сейчас тепло у нас, но в морозы. Я такой же проводкой пользовался и ловил очень успешно. Зима, не зима, холода, не холода. А щука ловится потихоньку. Еще одна такая келушечка. Нужно подвязывать. Вот это калечит даром рыбу. Сойдешь, нет? Нет, не сойдет, наверное. Хорошая щучка такая, где-то кило двести, наверное. И вы видите, снаружи тройничок зацепилось. То есть она вроде бы интересуется, но вот как-то хороший такой щупарик. Плави, родненький. Спасибо тебе за поклевочку. Ну вот как-то очень пассивная. Прям на вымотке взяла тут недалеко от лодки. Друзья, вы не поверите. То, что я сейчас скажу, за это мне, наверное, в комментариях там натыкают. Но вы знаете, удовольствие я сегодня уже получил. Не был давненько на твичинговых рыбалках. У меня своего транспорта нет. И так складываются обстоятельства, что очень много моих друзей, напарников джигиты. Потому много джиговых рыбалок. Джиг очень интересная, классная тема. Где-то она приоритетна в каких-то условиях. Где-то просто незаменима. Ну вот ловля на воблеры, это мое все. Я сегодня там буквально из штанов выпадал. Руки трясутся. Это словно какое-то искусство. Анимация вот этого воблерочка. Тут же получаешь награду. Приманки не менял. Поставил с утра джекалри равен 130 мр в кислоте. И понеслось. Подловился. Удовольствие получил. И потому ранее, чем 10 часов утра, сейчас буду завершать свою рыбалку. Удовольствие получено. Спасибо за это. Два хвоста я забрал на праздничные столы. Спасибо за это. Видео для вас снял. Я надеюсь, очень приятное, веселое и какое-то положительное, позитивное. Спасибо и за это. И потому уже просто не хочу калечить бесполезно рыбу. Я себя знаю. На следующей рыбалке, когда будет ловиться хуже, либо не будет вовсе, эту рыбалку буду вспоминать и кусать локти, что я не использовал все возможности по полной. Еще часов 6 можно рыбачить. Погодка обалденная. Такой ясный день. Но вот все уже сложилось. И я думаю, что на этом нужно поставить такую золотую точечку. Всем большое спасибо за просмотр. Всем не хвоста, не чешуи. И до скорых встреч. Продолжение следует.